Прекратить издевательство над аггерами! Прекратить издевательство над аггерами! Если вдуматься, мы живем в 21 веке. А если взять наши тюрьмы, то это средневековье. То есть человека просто пытаются, насколько я понимаю, солидаром, его пытаются сломать. Потому что он действительно кристально честный человек, упертый законник. Он и говорил, что он-то сам мечтает свободной России быть полицейским, чтобы соблюдать закон. Кто виноват? Система виновата. У нас власть чекистов. Вот она и виновата. Если к тебе приезжает кто-то с воли, например, адвокат, ну ты через него что-то можешь передать. А если ты пишешь просто письмом, то никогда не знаешь, дойдет или не дойдет. То есть всегда приходилось себя контролировать и умерять свои аппетиты, особенно в СИЗО. И в СИЗО, и в колонии были случаи, что мне возвращали письма. А когда я начинал требовать, чтобы мне объяснили правила цензуры, вообще, что можно, что нельзя, сначала меня игнорировали просто. А потом, когда я начал об этом рассказывать ОНК, ко мне все-таки пришла женщина из отдела цензуры. И она сказала, ну я там с ней попрепирался, но суть в том, что правила цензуры есть, но мы тебе их в письменном виде предоставить не можем. Вот. Она мои слова, а как же мне их соблюдать, если я их не знаю? Она говорит, ну вот вы у меня спросите. И я говорю, ну вы мне тогда объясните, но она сказала, что там, например, там об оружии, там что-то расположение тюрьмы, там еще что-то о преступлениях, там нельзя. Я говорю, а можно написать, что Путин, я сейчас забыл точно, какое-то ругательное слово я применил, вот, она говорит, нельзя. Я говорю, а это почему? Она говорит, а потому что это политика. Я говорю, здравствуйте, вы же ничего не сказали про политику, почему? Про политику, Лиза. Она говорит, а про политику тоже нельзя. Уже сегодня можно констатировать, что то давление, которое гражданское общество в последние дни оказало на влясть, в общем, свое действие возымело. Несомненно, потому что этой проблемой занялись. Мы видим реакцию самых разных официальных лиц. Туда поехала Москалькова, Песков сказал, что он доложит Путину. Все это вместе означает, что они Эльдара Дадина не убьют. Это очень важно. Это очень важно, потому что мы понимаем, что вообще его жизни угрожала опасность. Потому что мы знаем Дадина как стойкого человека. Мы знаем Дадина как человека принципиального, совершенно не склонного к фантазиям. И мы понимаем, что все, что он говорит, несомненная правда. Несомненная. И это означает, что вообще-то нам еще за его жизнь предстоит бороться. Потому что сейчас пройдет время, склонит эта волна, как всегда бывает во время кампании. А бороться за Дадину нам предстоит еще долгие месяцы. И вот сегодняшний пикет, ну это просто вот как бы только один штрих во всей этой истории. Один пунктик. Нам еще предстоит большая борьба. Один пунктик. Продолжение следует...